Добрый день, уважаемые менеджероводы! Вот случайно в саду при поливе обнаружил пару брев, а именно вот эту, это сорт от итальянского коллекционера Никола Парини Сигнора. Вот такие светлые фиги, они были, вернее выросли, бреба, фиги первого урожая выросли в тени, в затенении. Естественно, такой светлый окрас кожицы, и вот здесь также можно видеть немножко таких красных полосок. Вот вторая такая фигушка первого урожая, бреба Сигноры, их две штуки всего. И там я видел, есть фига основного урожая, посмотрим какого окраса будет она, потому что я немножечко там разрядил, лишний лист убрал. Ну, возможно, где-то в сентябре может фигушка и созреет. Это просто для сравнения положил сюда бребу карликового. Она нас не будет интересовать, потому что я уже обзор делал этого сорта. Ну, единственное, что я тут могу показать, это насколько она спела на данном этапе. Вот так она выглядит. Вкус очень хороший, смело четверочку можно оставить. Сейчас мы посмотрим, что у нас представляет из себя плоды сорта Сигнора. Включаем весы и кладем бребу поменьше. 56 грамм. Убираем вот, но она созрела получше и дегустировать я буду ее. Вторую бребу ставим, она, наверное, потяжелее будет. Уже 75 грамм, если нам больше не нужны. Сейчас продегустируем вот эту бребушку. Как я уже неоднократно говорил, чем меньше бреба, тем больше в ней сахаров. Вот, естественно, процесс. Вот такой плотный срез. Так бреба выглядит у Сигнора. Ну, сейчас я буду дегустировать. Очень даже прилично. В том плане, что это первое плодоношение. Хочется даже вот еще отрезать. Потому что, ну, вкусно. Во-первых, сочно. Сахаров для меня в меру. Вот видите, она даже разваливается у меня. Насколько она такая нежная. Плод получился. Четыре с плюсом. Вкуснее, чем бребушка вот эта. Запоздала вот на карликах. Ну, на этом я, наверное, сегодня видео закончу. Я вам познакомил вас с новым сортом моей коллекции. Это черенки я приобретал у Никола именно вот этого сорта. В 2020 году. Были еще несколько черенков. Куплены в 2021. Там было четыре сорта. Из них два удалось размножить. Сорт Дьяволо. У меня не получилось размножить. Черенки были отвратительного качества. Ни одной прививки удачно не было. То есть все... Ну, видно было, что ни один щиток не прижился. Не то, что там почки были живые. А даже щиток ни один не прижился. Это говорит только о качестве черенков, что они хранились или очень долго, или в ненадлежащем месте, ненадлежащем, как говорится, условиях. Ну, на этом я закончу. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok